МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» обзор главных событий, о которых говорят сегодня в Рязани и не только. Коротко о том, что мы намерены сегодня показать. Приговор церковному злодею преступника, убивший в прошлом марте пожилую женщину прямо в церкви Ряжска, получил свое. Православная церковь и кончита. Мнение священнослужителя по поводу победителя Евровидения. А теперь обо всем подробнее. Из областного суда пришло известие о вступлении в силу приговора в отношении злодея, убившего в прошлом марте женщину прямо в одной из церквей Ряжска. Напомним, весной 2013 года припожаловал из столицы в провинциальный Ряжск некий уроженец Дагестана. Осматривался южный гость, недолго, почти сразу отправился в местную церковь. С благой, вроде бы, целью пришел снег почистить. Почистил. От местного батюшки получил наградные, все было тихо, спокойно. Однако приезжий не только лопатой махал, а еще и глаза вострил. Разглядел недобрый молодец в церковной лавке немудрящие златы серебра, дешевенькие цепочки да крестики. Соблазнился злоумышленник легкой поживой, да и навестил церковь еще раз. Дескать, хочу теперь помолиться о грешной жизни у иконок постоять. Служительница церковной лавки добрая душа взяла, да и пустила богомольца, а он в ответ ударил пожилую женщину ножом в живот. Ударил насмерть. Да еще и для верности ее уже упавшую топтал ногами. Вещи в лавке забрал да поздавал в ломбарды. Так вот и стал уроженец Дагестана Руслан Алигаджиев, теперь его имя можно называть, разбойником и убийцей. Рязанский областной суд признал Руслана Алигаджиева виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроками в два года, которые будут отбываться после отбытия основного наказания. В полном объеме также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении материального и морального вреда. К другим темам, как известно, Донецкая Народная Республика сразу после проведения референдума и объявления о суверенитете обратилась с просьбой о включении в состав России. Европы с Америками подняли шум, украинские властители чувствуются, вообще не ведут, что дальше делать. За отделение Донецкой области от Украины проголосовало почти 90% жителей, пришедших на участки, против чуть более 10%. В Луганском регионе вообще за самостоятельность проголосовало больше 96%. Как теперь могут разворачиваться события? В сегодняшнем комментарии нашего эксперта, известного рязанского политолога Александра Семенова. Как видим, международное сообщество не признает данные референдума, ссылаясь на то, что они нарушают Конституцию Украины. Хотя, опять-таки, в соответствии с уставом ООН, народы имеют право на самоопределение, и жители Донецкой и Луганской области как раз выразили свое мнение относительно того, что они хотят создать свои независимые государственности. Скорее всего, власти в Киеве будут реагировать жестко. Скорее всего, это приведет опять к обострению, к бою с толкновением. Ну и уже идет информация о том, что там опять начался очередной штурм Славянска и так далее и тому подобное. То есть, на сегодняшний день сложно что-либо прогнозировать, как будет развиваться эта ситуация. Но единственное, что можно сказать, что вот этими боевыми действиями Киев, власти в Киеве, так называемые власти, они вряд ли что-либо добьются. Здесь единственный путь, это действительно путь переговоров, путь какого-то диалога. То есть, чем дальше будет идти вот это вот обострение отношений, боевые действия, тем больше это будет разваливать Украину. К сожалению, мы сейчас видим, что на сегодняшний день такое государство, как Украина, ну фактически перестает существовать. То есть, здесь дальше, там за Донецком, за Луганском, вполне возможны ситуации там в Харькове, в Одессе. И далее это может пойти, пойти, далее пойдет такая цепная реакция, когда будут возникать какие-то свои власти на местах, которые не будут признавать власти в Киеве. То есть, но на сегодняшний день пока вот не видно какого-то конструктива у властей в Киеве, они пока пытаются это все решить силовым путем. Хотя вот вся предыдущая вот эти штурмы многочисленные, они показывают, что нет ресурсов решить это силовым путем, не получается у них. Заходит эта национальная гвардия, там в том же Мариуполе, начинают расстреливать мирных жителей в первую очередь. Ну и как обычно, в каких-то боевых столкновениях в первую очередь гибнут мирные жители. Это вызывает еще больше протест, вызывает еще больше неприятий этих властей. Ну и дальше это все таким вот образом развивается. Но еще раз подчеркну, пока сложно сказать, какие-либо сценарии будут развиваться. Сама Европа, которая с таким пылом пытается управлять чужими делами, потрясать санкциями, что называется, дала жару и на исполнительском фронте. На Евровидении взял или взяла первое место бородатый человек в платьице по имени Кончита Ворст. Мы, конечно, может и провинциалы, но смотреть на все это, мягко говоря, нам непривычно и жутковато. Прямо-таки персонаж из средневекового цирка, да и только. Ну и сказано было, и не мягко, причем на высоком уровне тоже. Например, первый зампредседатель комитета Госдумы Ольга Батальна, сообщает Интерфакс, посчитал победу Ворст следствием пропаганды нетрадиционной, в том числе гей-культуры, которая ведется агрессивно и напористо. Батальна уверена, что европейцы, отдав голоса за Ворст, сделали щетинистого трансвестита своим нравственным ориентиром и примером для подражания молодым людям. Вот мнение православного священника. Тот факт, что страна посылает представителя, явно и активно пропагандирующего свое нестандартное поведение, говорит о многом. Тот факт, что этот человек выиграл конкурс, конечно, говорит о таланте и дарованиях, безусловно. Но помимо этого мы не можем спокойно реагировать на тот факт, что люди, которые совсем недавнее время назад скрывали свои недостатки и пытались как-то справиться с собой, сейчас вот этот негатив, вот то, что в человеке не является самым ценным и важным, выпячивается на показ. Вот это с точки зрения христианской нравственности неприемлемо. Причем здесь дело не только в определенном конкурсе, это вообще в человеческой жизни. Мы стараемся свои недостатки скрывать и искоренять, а не показываем их на всеобщее обозрение и не хвалимся и не кичимся этим. Продолжаем программу. Вчера в Есенинском Константинове прошло очередное рабочее совещание, на котором вновь шла речь о проблемах охранных зон. Так, рязанский вице-губернатор Сергей Филимонов сообщил о том, что специально созданной рабочей группой проведена юридическая экспертиза всех нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми действуют эти зоны и сам музей. Глава региона Олег Ковалев порекомендовал членам рабочей группы обсудить достигнутые результаты с самыми широкими слоями общественности, задействовав различные форматы площадки. Также в соответствии с губернаторским поручением должны быть проверены на предмет законности все стройплощадки и переводы земель, сельхозназначения под жилую застройку, начиная с нулевых годов. Кроме того, Олег Ковалев напомнил о том, что по решению суда должен быть снесен дом, построенный в охранной зоне. До 1 июля это дело должен обеспечить собственник. Но если уж это сделано не будет, то, подчеркнул губернатор, необходимо принять самые радикальные меры. Ваше мнение, как думаете, кто вот этот ажиотаж на здоровье вокруг Константинской темы нагнетает? Кому это может быть? Ну, вы понимаете, когда тема такая же отрепещущая, на ней хотят люди, может быть, заработать политический капитал какой-то, может быть, где-то себя как-то позиционировать. Второе, может, кому-то я не нравлюсь, может быть, потому что все же связывается с решениями губернатора. Как будто губернатор как бы застраивает там и так далее. Значит, мы приблизительно знаем, что это за люди, которые стоят за спиной этих. И знаем, какие цели они преследуют. Значит, ну, надо будет, когда придет время, мы расскажем о них. Тут рязанцам-горожанам к месту было бы припомнить обещанные судебными приставами не менее радикальные меры по отношению к малопривлекательной незаконной постройке в самом центре столицы области. Речь идет о злополучном строении по адресу Ленина, 22. Существует решение суда о сносе. Есть обещание приставов решить вопрос до начала мая. Так, видимо, получается, что ломать у нас не менее трудно, чем строить. Стоит напомнить, что приговоренное здание прямо-таки льнет незаконным плечом к бывшему поземельному банку образца второй половины позапрошлого века. А это объект культурного наследия областного значения. Вот как. А стоит означенный незаконно рожденный уродицы до сей поры, являя собой укор всему нашему законодательству. Придется журналистам и общественным активистам вновь писать запрос, выясняя, когда же у нас начнут закон это уважать. Тут правильно сказал начальник региона. Не обойтись без радикальных мер. Пешеходными новинками на днях удивили не только строители, запустившие надземный переход на Московском, но и дорожные инспекторы. Теперь рязанцы будут чувствовать себя в большей безопасности на переходах. Ну, во всяком случае, так должно быть. О том, как будут выглядеть наши пешие тропы, пересекающие владения автомобилей, узнавала Оксана Тебенихина. На дорогах нашего города вновь появились яркие желтые полосы, обозначающие пешеходные переходы. Такие меры должны сократить количество ДТП с участием пешеходов. Данный вопрос в этом году стоит очень остро. Так, с начала года на территории региона зарегистрировано 169 дорожных происшествий с участием пешеходов. В них 20 человек погибло, и 147 человек получили телесные повреждения. Непосредственно на самих пешеходных переходах, на тех участках дороги, где пешеход должен себя чувствовать в полной безопасности, произошло 39 дорожных происшествий, в них 2 человека погибло, и 40 человек получили телесные повреждения. Кроме того, сами знаки, предупреждающие водителя о том, что они приближаются к нерегулируемому пешеходному переходу, покрыли светоотражающей краской. Также планируется дополнительное нанесение дублирующих знаков на проезжую часть. То есть, если мы видим знак 123, внимание, дети, вот каждый водитель понимает, что он подъезжает к какому-то учебному заведению или к детскому заведению, и перед знаком в 50 метрах будет на асфальтовом покрытии также продублирован данный дорожный знак, то есть более ранее водитель сможет увидеть. Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды с целью выявления нарушений в этой сфере. В любом случае, статистика происшествий на дорогах Рязани и области зависит главным образом только от нас самих. Ну и еще о полиции. Закончившие первоначальную подготовку неофиты правоохранители приняли присягу в Рязанском филиале университета МВД. Достойно исполнять свой служебный предупреждение безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную служебную тайну. Их было 40, вставших в торжественный строй для того, чтобы принести клятву Родине и народу. Приветствовал и напутствовал пополнение заместитель начальника областного ОМВД Александр Лущиков. Это все, что мы хотели рассказать сегодня, однако на этом информационная часть эфира не заканчивается. Сегодня в студии проекта «Подробности» мы встречаемся с Александрой Перехватовой, руководителем главного архивного управления региона. В конце мая рязанские асы архивного дела будут отмечать юбилей, пройдут масштабные мероприятия. И сегодня разговор пойдет о них и о том, как работает, и что намечает в ближайшем будущем наше архивное управление. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова